Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Среди пострадавших девочка на одной из дорог края перевернулся рейсовый автобус. 27 жертв за сутки после оттепели Барнаул превратился в сплошной каток. Как будут бороться с гололедицей? А те, кто бескорыстно несет добро, волонтеры Алтайского края станут героями масштабного проекта «Другие». Сегодня в крае перевернулся рейсовый автобус. В нем находилось 54 пассажира. ДТП произошло около пяти часов утра на территории Панкрушихинского района. Автобус, следовавший по маршруту Караганда-Новосибирск, сошел с трассы и перевернулся. Пять человек, в том числе 12-летняя девочка, получили ушибы мягких тканей. Госпитализация никому не потребовалась. По данному ДТП, возбудить уголовное дело поручил председатель Следственного комитета России. Каменский межрайонный отдел краевого следкома уже начал проводить доследственную проверку. В ходе нее предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также проверить действия перевозчика на предмет, надлежащий организации услуг по перевозке пассажиров. В дальнейшем ход расследования уголовного дела поставят на контроль в Центральном аппарате ведомства. Автобусные рейсы по региональным автодорогам отменились сегодня во всем крае. Причина – сильный гололед и ветер. За первую декаду января это уже третье по счету ограничение движения на трассах. В первые дни месяца на пяти участках дорог запрет на проезд вводили для всех видов транспорта. Сегодня утром проезд запретили от Поспелихи до Республики Казахстан. На дороге сильная гололедится, местами снежные заносы. Впрочем, немногим легче ситуация и на других трассах. В ближайшие часы ожидается похолодание, которое в последующие дни перерастет в сильные морозы, обещают синоптики. Температура опустится до минус 30, а местами и до минус 40 градусов. После недавней оттепели дороги могут превратиться в сплошной каток. Водителям стоит быть предельно внимательными. А сегодня днем, по информации Алтай-Автодора, движение для всех видов транспорта по всем автомобильным дорогам, за исключением одного участка, открыли. Закрытой остается трасса в Третьяковском районе от села Староалейское до границы с Казахстаном. Здесь запрещен проезд для грузового транспорта и автобусов. Несколько массовых дорожных аварий, десятки машин в кювете, а также больше сотни пожаров, несчастные случаи и даже убийства, завуалированное под исчезновение. Все это случилось в первую неделю нового года. О самых громких ЧП на праздниках расскажет наш корреспондент Юлия Щепина. Морозы, оттепель, метели. В первую неделю года сибирская погода была капризной и переменчивой, и это сказалось на состоянии дорог и количестве аварий. Так, между Бийском и Горно-Алтайском лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Не обошлось без жертв. На месте скончалась водитель Тойоты ВИЦ, остальным пострадавшим оказали медпомощь. А в районе Налобихе произошло ДТП с участием сразу пяти авто. Помимо столкновений, множество машин слетели с трассы, ушли в кювет. Причины тому – погодные условия, а также косули на дороге. Больше сотни пожаров случилось на праздниках. За первые дни января в Алтайском крае было зарегистрировано 93 пожара, что значительно меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство пожаров, 58, произошло в жилом секторе. На пожарах погибли два человека. Еще двое травмированы. Пожарно-спасательными подразделениями спасены 15 человек. Так эвакуировали посетителей одного из гриль-баров Барнаула. Там загорелась вытяжка. А в доме на улице Воровского пожарные через окно на втором этаже с помощью лестницы спасли трех человек. В одной из квартир горели вещи и мебель. Огонь потушили спустя 20 минут. Но на одном из пожаров пострадал боец пожарной охраны. Сейчас он впал в кому. Речь идет о возгорании на складе автомобильной резины «Вианор». В сведения о пожаре поступили спасателям накануне ночью. На тушение прибыло около 100 человек и более 20 единиц техники. Два охранника успели покинуть здание самостоятельно. Подразделения города Барнаула работают по повышенному рану. Горит торговый дом, успех, сложность, осуществляется большая пожарная загрузка, резина, смазочные материалы и плюс спецсих. Примерная площадь пожара – 200 квадратных метров. В 6 утра открытое пламя ликвидировали. Огнеборцам удалось спасти немало материальных ценностей. Причины возгорания устанавливаются. Неосторожное использование пиротехники на Павловском тракте привело к расстрелу людей. Благо, обошлось без пострадавших, чего не скажешь про два других ЧП. Для двух жительниц краевой столицы эти праздники оказались последними. Тело 38-летней Елены Подун, ранее заявленной как без вести пропавшей, найдено на крыше многоэтажки по улице Юрина. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления, задержан 37-летний мужчина, являющийся бывшим супругом потерпевшей. По предварительным данным следствия, в ночь с 4 на 5 января между бывшими супругами из-за квартирного вопроса произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил женщину. С целью скрыть следы преступления, подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от ее вещей и телефона. Сейчас готовится ходатайство в суд о том, чтобы заключить мужчину под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Другое резонансное происшествие произошло в барнаульском поселке Пригородный. По данным следкома, 58-летняя женщина погибла от укусов собственной собаки породы Алабай. Животное нейтрализовали, проводится проверка. Пострадавшей оказалась врач, известный в крае, уролог-андролог Ярослава Яковец. Прощание с ней состоится завтра в храме Иоанна Богослова. Юлия Щепина. День с толком. Серьезные травмы, материальный ущерб. Оттепель, которая сменилась морозом, устроила неприятный сюрприз барнаульцам. О том, как город борется со льдом, смотрите в нашем репортаже. Поворот с улицы Гущина. И дороги вот такие. И никто не чистит. Лука говорит не нашу. Оттепель, которая сменилась настоящим катком и непроходимыми дорогами. Так город выходит с каникул. Нормальная чистка. Гаволед получился. На улице Георгия Исакова с крыши дома упал снег. Чудом никто не пострадал, только машина. Еще одно происшествие произошло в Октябрьском районе. На днях на женщину упала снежная глыба с крыши дома. Речь идет о здании на Петросухово, 77. Пострадавшую госпитализировали с различными травмами. А все из-за того, что коммунальщики вовремя не убрали снег с крыши. Инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы. А это уже Чудненко, 95. Посмотрите, какие огромные сосули, я бы даже сказала, убийственные. Буквально 5 минут назад рабочие пытались их устранить, но увидев нас, скрылись, сказав, что мы занимаемся ерундой. По всей видимости, они тоже занимаются ерундой, потому что смотрите, какие огромные глыбы падают. Несмотря на то, что здесь ничего не огорожено. Это жилое здание, здесь работает магазин, куда уже ходят за спиртными напитками с утра. В любой момент прохожий может получить смертельную травму. А теперь, что касается тротуаров. В мэрии нам пояснили, что сегодня дорожники стараются привести в порядок основные магистрали города, а также дороги, ведущие к социально значимым объектам. Если погода позволит, в течение недели службы перейдут на второстепенные дороги и частный сектор. Отметим, в период праздников дорожники работали в круглосуточном режиме. Сегодня в городе для уборки задействовали более 140 единиц техники. Тротуары, остановки и общественные территории посыпают песком и противогололедным материалом Бионорд. Содержание дорог и тротуаров осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Автодорстрой». Содержание городских общественных территорий в городе осуществляется учреждением благоустройства и озеленения города Барнаула. Дворы, внутриквартальные проезды очищают администрации районов и управляющие компании. Прибавилось сегодня пациентов в трампунктах города. Вышел из дома, дороги не чистятся, сегодня замерзло все и упал. А, то есть вы только вышли? Да, я вышел уже, чуть прошел и уже упал. За сутки только в краевую больницу скорой помощи обратилось 27 жертв гололеда. В основном это пожилые люди, получившие ушибы. Передвигаются они медленно, но все равно каждое их движение это провоцирует уже для того, чтобы человек мог упасть. То бишь ориентировка, она у них более снижена. Реабилитация после переломов у людей пожилого возраста занимает до трех месяцев. Поэтому сегодня врачи советуют бабушкам и дедушкам лишний раз не выходить из дома, переждать гололед. А всем остальным иметь хорошую подошву и передвигаться не спеша. Обязательно, конечно, вытащить руки из карманов, чтобы при падении они играли как балансиром и опорой. Кстати, морозы в регион придут уже сегодня ночью. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. И к другим темам. В Новый год по-новому. С января в силу вступило немало изменений. Об основных из них расскажет Анна Рашагирова. Едва горожане привыкли к прежней стоимости проезда в общественном транспорте в 28 рублей. Перевозчики снова заговорили о повышении цены. И теперь прокатиться по Барнаулу стоит уже 30 рублей. Такой же тариф и в пригороде. Немного повезло жителям Новоалтайска. Цена поездки в соседний Барнаул останется прежней – 50 рублей с человека. А вот тем, кто путешествует на дальние расстояния и на поезде, придется потесниться. Но это только с 1 сентября. Так пассажиры с нижних полок должны уступить места попутчикам сверху на 30 минут для завтрака и ужина, и час для обеда. Не очень хорошая новость для пользователей госуслуг. Скидка в 30%, которая автоматически предоставлялась гражданам при уплате госпошлин на портале, теперь не работает. Больше станут платить родители, чьи дети посещают детсады. Максимальный размер платы вырастет на 35% за пребывание в дошкольных учреждениях. Так, сумма увеличится до 2700 рублей. Это значит, что муниципалитеты смогут провести индексацию в пределах установленной суммы. Малоимущие семьи будут получать единое детское пособие. Выплаты составят от половины до полной суммы прожиточного минимума в регионе. Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи. Выплаты будет производить Социальный фонд России, который также начал свою работу с нового года. Подать заявление на получение пособия можно через госуслуги. С 1 января больше чем на 6% вырастет минимальный размер оплаты труда. Так, федеральным род составит 16242 рубля. Больше станут получать медработники. Врачей первичного звена ждет надбавка в 14,5 тысяч рублей. Врачей скорой помощи – 11,5 тысяч. На 7 тысяч вырастет доход фельдшеров и медсестер скорой помощи. И на 4 тысячи рублей – младшего персонала ЦРБ первичного звена. Почти на 5% выросли страховые пенсии для неработающих пенсионеров. Так, средний размер пенсии после индексации может достигать почти 22 тысяч рублей. Больше 200 новорожденных края с начала года протестировали сразу на 36 генетических заболеваний. Столь комплексного обследования младенцам прежде не проводили. А сейчас есть возможность выявить больше рисков у новорожденных и, соответственно, повысить их шансы на выздоровление. Так, у четверых обследованных малышей обнаружен риск наследования болезней обмена веществ. И теперь им предстоит пройти дальнейшее обследование. Ранее из-за поздней диагностики такие дети, по словам врачей, не доживали и до года. Выявить опасные заболевания позволил расширенный неонатальный скрининг. С этого года он стал обязательным по всей стране. И если прежде новорожденных обследовали только на 5 таких патологий, то теперь список увеличился до 36. Среди них первичные иммунодефициты, спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз и ряд других. Анализы новорожденных со всего края исследуют в диагностическом центре. На вторые-третьи сутки жизни у ребенка можно из пятки. Из пятки берут кровь на специальные бланки. Выслушивают, отправляют к нам сюда, в диагностический центр, в нашу генетическую консультацию. И мы уже часть исследований проводим у себя на 5 заболеваний, а остальные все 31. Мы отправляем в Томск. И если в Институте медицинской генетики Томска у новорожденного обнаружат отклонение, о нем сообщат родителям младенца. Волонтеры Алтайского края станут героями масштабного проекта «Другие». Это продукт сибирской медиагруппы при поддержке Института развития интернета. Его цель – приобщить к волонтерству как можно больше людей и познакомить с теми, кто бескорыстно несет добро. О неприметных героях, которые совершают большие поступки в нашем сюжете. Есть герои, которые у всех на слуху, а есть другие. По зову сердца, бескорыстно они ежедневно творят добро. Кушать хочешь? Наталья стала волонтером два года назад. За это время столкнулась с разными историями. От эмоционального выгорания девушка спасается в приюте для животных. И здесь же спасает братьев меньших. Хвостатые такой поддержки по щенячьи искренне рады. Давай, хоп! Ну что, давай, хоп! Хоп! Сейчас просто появилась возможность приезжать сюда каждый выходной, проводить время. И уже как бы втянулась в это дело, уже знаю, что делать, чем можно помочь. Поиграться с собаками в первую очередь. Я сюда приезжала, у меня нет собаки, а всегда хотелось. По выходным волонтерят и ребята из организации «Благие дела». Каждое воскресенье в полдень они выезжают с едой на новый рынок Барнаула и кормят тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Такая трапеза объединяет духовно, добавляют участники. Ты начинаешь любить людей. Вот если ты раньше любил, не знаю, свою семью, те, кто тебя окружали, то теперь у тебя... Ты любишь абсолютно по умолчанию всех людей. И это снимает очень много проблем в жизни. Ты не нервничаешь в очереди, ты не ругаешься за рулем и не тратишь свои жизненные силы на это. Ты просто любишь людей и понимаешь их. Такие истории о больших поступках простых людей из Алтайского края, которые живут и работают рядом с нами, теперь в проекте «Другие». Бескорыстный настрой этих героев позволяет привлекать к добрым делам все больше людей. Проект «Другие» – это наша благодарность волонтерам и способ подчеркнуть, что их работа крайне важна для общества. А еще это попытка вдохновить наших зрителей и читателей на поступки, которые сделают нашу жизнь лучше. О каждом герое проекта можно будет узнать из информационных ресурсов сибирской медиагруппы, в том числе на сайте «Толка» и на нашем ютуб-канале. Нам очень хочется, чтобы о людях с большим сердцем узнали как можно больше. Мария Мацава, Александр Антропов. День с «Толком». Баскетболисты Барнаула провели первую игру в Новом году. Их соперником стал клуб «Химки» из Московской области. Состязание с гостями из столичного региона выдалось крайне напряженным. Некоторые из болельщиков даже принимали валерьянку. А в атмосфере и итогах игры подробнее в сюжете Дмитрия Дроздова. В последний день новогодних каникул у любителей баскетбола ждал жаркий матч. В гости к нашим парням пожаловали «Химки» из Московской области. Команда, идущая на четвертом месте в турнирной таблице. Хозяева на 12-м. Фаворит в первых секунд матча закрепил за собой лидерство. Две первые четверти гости шли уверенно, удачно использовав одно из главных своих преимуществ – рост. Москвичи выше, чем барнаульцы. Мы первую игру выиграли за счет того, что играли внутри. Просто сегодня у нас еще был неплохой процент трехочковых бросков. Трехочковые летели у обеих команд. Их барнаул накидал больше, нежели гости. Третью четверть барнаул начал зубаста. Агрессивно и погоня оказалась успешной 53-53 после двух трешек капитана Войтюка. 0-14 явно не то, чего хотел тренер команды из Подмосковья от своих подопечных. Однако хорошая игра хозяев закончилась так же быстро, как и новогодние праздники. Просто мы стали играть немножко активнее в защите. Стали двигать мяч в нападении. Поэтому что-то стало получаться. Где-то легкие атаки, быстрые отрывы появились. За счет этого мы вернулись в игру. В принципе, до поры до времени получалось неплохо. За пять минут до финала барнаул вел 80-78. А дальше начались качели и нервное напряжение усиливалось каждым броском. Ошибки, неточности и торопливые решения. Итог 84-88 победа за гостями. Горькое разочарование, но матч был достойный. Следующую встречу алтайская команда проведет в эту среду против университет Югра и Сургута. Будем надеяться, команда не подкачает. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Дмитрий Денисов, Дмитрий Денисов, Дмитрий Денисов.